Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака и мы будем готовить маринованные сливы. Что для этого нужно? Сливы. Обязательно нужно, чтобы сливы были немножечко недозрелые, чтобы они не распались при приготовлении. Чеснок, горький перец, лавровый лист и я беру можжевеловую ягоду. Приступим к приготовлению. В баночки нужно разложить специи. Я добавляю по пол чайной ложки можжевеловых ягод в каждую баночку. По одному зубку чеснока, по лавровому листику. И по кусочку горького острого перца. Теперь нужно разложить по баночкам сливы. По желанию сливы можно заранее отделить от косточки. Я этого не делала, так как слива не очень крупная. И просто-напросто она потом превратится в кашу, если ее отделить от кости. Остается залить кипящей водой. Заливаем кипящей водой. Закрываем каждую баночку крышечкой. И оставляем до полного остывания минут на 20-30. Дальше мы будем готовить рассол. Прошло полчаса. Сливы у нас в баночках остыли. Теперь нужно слить воду. Я сразу сливаю в мерную кружку, чтобы знать, сколько у меня получается всего воды. Из 4-х литровых баночек у меня получилось 1,5 литра воды. Теперь рассоли. На литр воды я беру 2 столовые ложки жидкого меда. У меня тут 1,5 литра воды. Значит, я беру 3 ложки. И на литр воды 3 столовые ложки соли. У меня тут 1,5 литра. Значит, я еще 1,5 столовые ложки соли добавляю. Все надо перемешать. Выливаем все в кастрюлю, в которой будем закипичивать рассол. Ставим это все на огонь. После закипания нужно, чтобы прокипело, 5 минут. Пока закипает рассол, я в каждую баночку добавлю. 6-ти процентный яблочный уксус по чайной ложке. Остается только залить кипящим рассолом и закатать. Рассол готов. Остается залить в баночки и закатать. Теперь можно укутать баночки до полного остывания под тепленькое одеялко. Вот такие сливы получаются. Очень вкусно зимой будет открыть к мясу, к рыбе или даже просто так. Попробуйте сделать и вы. Я думаю, вам очень понравится. Приятного аппетита! Я приглашаю вас подписаться на мой канал в YouTube. И вы всегда будете видеть мои новые видеорецепты. Я всем вам буду очень рада. Здоровья вам и вашим близким!